70-летие Хабаровского края. Проект «Семь чудес». По трассе Хабаровск-Кладивосток доезжаем до Переяславки. Дальше пешком километров 8. Не каждая машина оселит дорогу к уникальным киинским писаницам. Киинские писаницы входят в число шести памятников древнего наскального искусства. Три находятся в нижнем течении Амура. Это всем известные петроглифы Сикачи Аляна, наскальные рисунки у стойбища Май, камень с изображениями у села Калиновка. И еще три на придоках Нижнего Амура. Петроглифы на Уссури у села Шереметьево, на реке Сукпай и, наконец, киинские писаницы. Или киинские петроглифы, к которым мы и направляемся. Места, где обнаружены петроглифы, находятся на правом берегу речки Кия, у так называемого чертова плеса. Почему такое название? Возможно, из-за того, что люди с давних пор давали такие имена местам странным и загадочным. О том, что место это таинственное, говорят и рыбаки, промышляющие в этом районе, и туристы, приходящие на писаницы полюбоваться. Рассказывают, что можно иногда услышать, как какое-то крупное существо плещется в чертовом плесе, в аккурат напротив скал с петроглифами. Возможно, это и есть знаменитый водяной дракон Пуймур, герой легенд народов при Амуре. И вроде бы даже ловить его пытались. В прошлый раз, когда мы были на этих петроглифах, мы слышали этот плеск. Такое было впечатление, что барахтается крупный мужчина какой-то в воде. Такое очень сильное движение. Но увидеть само существо мы не смогли. Оно там скрылось быстро. Вот и нам не удалось увидеть сказочное существо. Видимо, видеокамера оно испугалась. Хотя, может, это и к лучшему. По крайней мере, ничто и никто не отвлекал от просмотра писаниц. Это вот самая большая личина здесь. Она сделана вручную, сразу видно, потому что контур вот вокруг, видите, двойной круг такой идет. Он неровный, колеблется и такой явно не имеет какой-то правильной овальной формы. Всего здесь 13 петроглифов. Это антропоморфные изображения, рисунки личин, то есть масок зверей, змей, птиц, лодок. Вот контуры оленя, видимо. Видите, вот глубокая борозда нога, брюхо, вторая нога. Вот она так загнута, как будто он туда устремлен. Здесь тело обозначено поперечными такими полосами, как будто это зебра. Линия спины хорошо видна. Ну вот обратите внимание, что здесь личина отличается немного. Идеально ровный овал, как будто сделанный каким-то инструментом, циркулем или не знаю. На той большой, еще более ровный овал. Он совершенно точно выполнен без всяких извилин, неточностей. То, что эта личина отличается от других рисунков по технике выполнения, Сергей Владимирович заметил еще в свой первый приход. Она как будто выполнена не на глазок, как другие петроглифы, а при помощи точных измерительных инструментов. Заинтересовавшись, он провел исследование с помощью компьютерной программы. Наложили такой овал, наложили прямые линии. У нас получается вот такая картина, видите. То есть, во-первых, этот овал идеально ложится. То есть, он действительно правильная форма. Без извивов, без каких-то неоднородностей. И, во-вторых, линии, вот эти лучи вокруг лица, они сходятся все в одну точку. Здесь овал лица, видите, он сделан так, как если бы это был наложен шаблон, заранее циркулем нарисованный. Потому что овал совершенно идеальный. Такая четкость линии навела Сергея Владимировича на мысль о том, что происхождение у этого рисунка другое, нежели чем у остальных петроглифов. Я археологов наших спрашивал. Говорю, как же так, почему все личины такие, а это вот такая особенная. Они говорят, что мы многое не знаем о том, что умели наши древние предки. Поэтому объяснить это мы не можем, но древность этой личины, она гарантированно ими подтверждается. Все эти рисунки относятся к эпохам неолита и раннего железного века и датируются тремя тысячами лет до нашей эры. Выходит, уже тогда у народов при Амуре были точные измерительные приборы. Просто фантастика. Даже в до наших дней практически нетронутым, это чудо, увы, последнее десятилетие стремительно разрушается. И если так дальше будет продолжаться, скоро исчезнет. Виной тому современный человек, который ради забавы стреляет по уникальной писанице, картичью и пулями. Царапает поверх древних рисунков свои, корявые надписи, беспощадно уничтожая немых свидетелей прошлого. Может, если объявить Петроглифы на Кие, чудом Хабаровского края, совесть у людей все-таки проснется. Поэтому голосуйте. Голосуйте, шлите смс на номер 5577, напишите кодовое слово, нота и название чудо. Киинские писаницы. Ирина Забродина, Сергей Забелин, Вести Хабаровск.